Здравствуйте, наши дорогие зрители! Мы рады вас приветствовать на нашей программе «Пророки в Коране». И у нас в гостях наш добрый друг, наш завсегдат и наши программы, Жабир Исмаилович Исхаков. Здравствуйте! Здравствуйте, Сергей! Сердечно рады вас видеть. В прошлый раз мы вместе с вами говорили о тех пяти основных столпах ислама и о том, во что должен верить каждый мусульманин. Вы бы могли еще раз напомнить для наших зрителей, чтобы они его не забыли? Да, это пять верований или благочестия в исламе. Это вера в Аллаха, вера в судный день, вера в ангелов, вера в книги посланные и вера в пророков Аллаха. То есть вот эти пять определяют любого мусульманина, шиита, сунита, то есть любой, независимо от более чем 70 течений в исламе, он все равно верит в это. В Коране написано, что если ты встретишь таковых, ты вместе с ними молись. То есть это даже не зависит от принадлежности религии какой-то. То есть это если истинный христианин принимает эти пять верований, то можно с ним вместе молиться. О, замечательно. То есть это опять объединяет, наоборот, людей, а не разделяет их по динаминациям, по названиям, по культуре. Да, это условия благочестия. Мы в прошлый раз говорили, что есть духовная часть, а есть социальная составная. О том, о чем мы говорим сейчас, это духовная составная. Спасибо. Но я знаю также, что в исламе помимо верования есть пять основных дел, или пять основных таких моментов, которые каждый мусульманин должен делать. Его своеобразная святая обязанность. Вы могли бы об этом рассказать? Фундаментальные основания ислама, да. Их тоже пять. То есть пять и пять. Легко запомнить. Да, пять фундаментных столпов таких ислама. Первое – это шахада. Что это? Шахада – это свидетельство. Слово шахада, кстати, от этого слова идет и… Шахид. Шахид. О, это он свидетель. Шахид. Видите, опять же. Ше-хе-де. Вот шахада, шахид. Это от слова свидетель. Свидетельствующий. Вы знаете, то есть человек показывает, он свидетельствует о своей вере. Она так и звучит. А шахаду ана илла Аллах. То есть свидетельствую в единство Бога. То есть шахид – это не смертник со взрывчаткой. Абсолютно. Шахид – это прежде всего свидетель, который… Да, шахид, который несет в себе единобожье. Мысль о том, что не идолопоклонство в этом мире должно быть вверху человека, а единое понятие о Боге. О том, что Бог един, о том, что Он живой и о том, что Бог есть. Понимаете? Вот это шахада называется, свидетельство – это первый столб. Ну, видите, какая ситуация. Я часто говорю, что не может быть веры без свидетельства. То есть сначала должна быть вера, а потом вы свидетельствуете о своей вере. Что она уже есть. Да, поэтому иман, вера, она тоже ставится как в первую очередь. То есть я свидетельствую о своей вере в Бога. Понимаете? Иман – это вера, да? Иман – это вера. Шахада не может быть без веры. То есть свидетельство не может быть без веры. Сначала в человеке появляется вера, а потом он свидетельствует о своей вере. Вот это первый столб. А вот как бы это звучало по-русскому? На русском языке. Я свидетельствую о том, что Бог един. Ну, там есть продолжение, по-моему, в этой фразе еще. Вот я свидетельствую, что Бог един, и есть еще его посланник. Ну, это уже идет в символе веры. Понятно. А в свидетельствовом свидетельствует, что Бог един. Это самое главное. Понятно. Ашхадан, илла Аллах. Мухаммаду, Расулу Аллах. Что потом Мухаммед, его посланник. Вот. Но самая главная вот идея в том, что арабский мир из уст Мухаммеда получил то, что Бог един. Если мы можем вкратце просто сказать, во времена Мухаммеда Мекка, она была такая, как и сейчас, на том же месте, просто вокруг Каабы, вот этого большого черного куба, было 360 идолов. Ох, то есть на каждый день фактически. И каждый приходящий, каждый приходящий молился своему идолу. И вот. Ярмарка богов. И вот реформационные действия Мухаммеда привели к тому, что он пришел и сказал, что это не боги, их нужно снести. То есть он говорил. Один бог. Бог един. Вот. И вот это набатом звучало в последователе Мухаммеда. Что бог не в идолах, которые находились в самом центре Мекки, вот, времен Мухаммеда. И они после этого потом и уничтожили. Там сначала он ушел в другой город, потом вернулся с армии, взяли Мекку, разрушили идолы. И уже вот основной набат, что бог един, идолопоклонство разрушено. Идолопоклонству пришел конец. Джабар, у меня вопрос такой. А вот чтобы стать мусульманином, что необходимо для этого? Обрезание, может быть, необходимо, какие-то обряды? Или достаточно вот этого исповедания веры, что бог один? Да. Ну, вы знаете, обрезание, оно дается, как и во времена Авраама в начальные дни, или там до юношества, там до каких-то определенных лет, там до семи лет нужно обрезаться. Но достаточно произнести три раза символ веры, который называется «калима». Это значит произношение слова, от слова «калом», тут идет корень слова «калеме», «калима». И он звучит так, свидетельствую о том, что, вы знаете, нет святости никакой Божьей. Хотя, вы знаете, в русском языке оно звучит, знаете, тавтологично так, нет Бога, кроме Бога. Это непонятно. Но если мы разбираем в другом понятии, например, смотрите. Смотрите, «Ла» – это, как и еврейское слово, обозначает «нет». Только в еврейском языке не «Ла», а «Ло». «Ло» – «Кашер» – это значит «нечистое». А в арабском языке «Ла» – оно звучит, как «Ло» в еврейском, «Ла» в арабском, «нет». «Ла» – «Иляхи» – «Иля Аллах». «Ла» – «Иляха» – «Иля Аллах». «Иляха» – знаете, это вот оно и в языках азиатских народов тоже присутствует, это святость. То есть, если разбирать вот символ веры, это слово, как святость, никак нет Бога, кроме Бога. Это вообще непонятно. Нет святости. Не у кого-то другого, кроме как у Бога. Потому что человек на земле только и делает, что ищет святыни. Ищет святые места, святые источники, святые какие-то изделия, святые пещеры, святые деревья, святые источники, святые могилы, святые мощи. В арабском понимании Бог открыл «Ла» – «Иляха» – «Иля Аллах». Нет святынь, нет святости, которая только Богу принадлежит. И вот когда человек начинает понимать, что нет святости, мы нигде не найдем здесь святости. На земле никакой пещеры, никакого дерева, никакого тумары есть или какие-то изваяния, амулеты. Амулеты – нет ничего святого, что может защитить человека. Только Бог. Вторая часть звучит «Мухаммаду Расул Аллах». Мухаммад является его посланником. И если человек три раза это произносит «Ла Иляха Иля Аллах» – «Мухаммаду Расул Аллах» – «Мухаммаду Расул Аллах» – «Мухаммаду Расул Аллах». Луна – это символ их герба или флага. Рамазан, насколько я знаю, это не только праздник, это прежде всего пост. Да. А как пост может быть праздничным? Не в еде дело должно быть. В древности, во времена Рамазана, все войны прекращались. Лучше жить 11 месяцев правильно, чем один месяц для галочки. Но мы разобрали только первую, есть же еще четыре. Есть еще четыре. Первая – это шахада. Вторая – это намаз. Пятикратная молитва. Пять раз в день каждый правоверный последователь Мухаммада, он должен молиться. Но ведь помимо намаза есть еще молитва, как дуа. Как вот их отличить? Они, видите, намаз – это ежедневное определенное упражнение, и в упражнениях эти вставлены слова, которые вы обязаны говорить. А дуа – вы говорите это после того, как вы совершили этот обряд, который вы должны выполнять. То есть он входит в обязательные действия, а уже дуа в конце – вы просите Бога о своих каких-то пожеланиях, вы общаетесь с Богом, и это называется дуа. Намаз – это какие-то определенные времена, прям, да, он прописан? Он прописан по времени, так как время везде разное, он у всех по-разному значится. Сегодня мы живем в технологичном мире, у всех на телефонах, на планшетах, на компьютере. Есть напоминания сразу. Напоминания, времени. Он один из них очень утром рано, другой ближе к обеду, после обеда, вечером и ночью. Вот пять молитв, которые каждый мусульманин, каждый представитель ислама должен совершать ежедневно. Это намаз. Третье – это рамазан, руза. Или рамадан еще, да? Рамадан или рамазан. Кто как произносит? Рамадан или рамазан – это девятый месяц по исламскому календарю. Девятый месяц. То есть не по-грегориянскому, как сентябрь, а именно… По мусульманскому календарю, да, по исламскому календарю, по хиджере – это девятый месяц. И там 29 дней. И он у них начинается всегда в один и тот же день. В других местах, где живут люди по юлианскому календарю, по-грегориянскому календарю, люди, где все живут, у нас разница с ними 11 дней. Почему? Потому что они живут по луне, поэтому у них и часто во многих государствах луна – это символ их герба или флага. Они живут по луне. А в григориянске календарь мы живем по солнцу, поэтому у нас он разнится. Вы знаете, в православных праздниках тоже есть двунадесятые праздники, которые есть праздники, которые отмечают в один и тот же день, а есть праздники, которые тоже кочуют. И вот если мы говорим о рамазане, как в праздник, который у них там в один и тот же день начинается, то есть первого рамазана и 29-го рамазана он заканчивается. А у нас он по 10, по 11 дней имеет разницу, потому что у нас мы живем по солнечному календарю. Ну, рамазан, насколько я знаю, это не только праздник, это прежде всего пост. А как пост может быть праздничным. И вы знаете, вот 177-й аят, нет, врус, 185-й аят, 185-й аят 2-й суры, он звучит так. Многие даже постясь не знают, почему они постятся. Так, и в месяц рамазан есть тот, в который Господом Коран не спослан в руководство людям. Ну и дальше. Ага, то есть подарено наставление Всевышнего. Да, видите, вот первое откровение, первое откровение Мухаммед получил в этот месяц рамазан. Вот первое откровение. Но исламский мир не помнит точно, в какой день это было. И они решили, что они будут поститься все 29 дней. То есть весь месяц они посвятят это вот в посте. А что включает в себя этот пост? То есть вот, ну, может быть, как, все-таки 29 дней не есть, ну, тяжеловато. Или там есть какое-то время, когда можно кушать, послабления какие-то. Или как вот вообще, как это правильно сделать? Вообще, в исламском мире послабление только для беременных женщин и больных, скажем, каким-то психическим заболеванием. Остальные все обязаны поститься. То есть вообще полностью одерживаются от пищи на все 29 дней? Даже не только на пищу, но и на воду. И на воду. Но это касается полностью всех 24 часа каждый день? Или все-таки... Вот такая интересная закономерность, вы знаете. Световой день. Вот пока солнце светит, кушать нельзя и пить нельзя. Как солнце садится, нужно есть и можно и пить. Поэтому делается один раз, один раз принимается пища ночью, ночью после того, как солнце село. И утром рано, в 4 часа, или в 3 часа, или в 5 утра встается и принимается еще один раз пища, и уже весь остальной световой день кушать нельзя. Ну, вы знаете, я думаю, вот во времена Рамазана для меня всегда, для меня всегда встает вопрос остро, ведь не в еде дело должно быть. То есть даже не в еде. Вообще проблема даже вот поста не в еде. Понимаете, да. А в чем? Потому что вот в древности, во времена Рамазана, все войны прекращались. То есть мир наступал. Прекращались, да. Прекращались какие-то распри, не только на уровне народов, но и на личностном уровне. Соседи мирились, родственные отношения какие-то улучшались. Человек прекращал вести какой-то плохой образ жизни. Человек должен быть лучше. Он не должен был там воровать, он должен был жить прямо, правильно. В таких случаях я всегда говорю, значит, получается, Рамазан – это как бы, ну, вступление в духовную жизнь. Или встать на прямой путь, да. Но это как, как это, парадоксально. После 30 дней поста люди опять возобновляли войны, люди опять начинали ругаться, люди опять занимались тем, чем занимались, скажем, до поста. То есть, понимаете, да. То есть, они опять возобновляли свою вот эту, может быть, греховную жизнь. То есть, пост – это был приближение к Всевышнему, приближение к этому праведному пути. Вот мне всегда хотелось сказать, лучше жить 11 месяцев праведно, праведно, чем один месяц жить, ну, как бы вот для галочки. Хотя я понимаю, не кушать, когда человек не кушает, он этим самым хочет Богу показать, Господи, мне отношение с тобой важнее, чем еда. Я жертвую едой для того, чтобы быть лучше, вот для того, чтобы наши отношения с тобой улучшились, понимаете. Спасибо. У нас, конечно, время передачи подходит к концу, но если можно, коротко, мы не разобрали еще два момента. Есть приношение, закят, оно считается по-разному. Есть приношение, которое вы должны приносить из своего богатства домашнего, и есть приношение, которое вы должны приносить из земледелия. И последнее, это хадж, или паломничество. Паломничество. Паломничество в Мекку. Каждый мусульманин правоверный один раз в жизни должен посетить те места, где жил, где ходил, где участвовал, где молился Мухаммед. А вот для чего это важно? Это важно, во-первых, это единство. То есть люди, приходя туда, понимали, что они единый народ. Ума, есть такое понятие, да? Ума, это общество, собрание, единство. Вот они приходят со всех, с разных сторон, и они понимают, что они поклоняются одному богу, единая религия, единые действия, которые приняты во всех частях мира. Ну и, конечно, придя туда, они видят людей, которые ищут прямой путь. И это... Это духовный опыт, какие-то наставления новые, какие-то откровения. Знакомства. Знакомства. Это испытания какие-то. Огромное вам спасибо за то, что были сегодня вместе с нами, за то, что так хорошо показали те пять основных моментов, которые должен делать каждый мусульманин. Огромное вам спасибо. Дорогие зрители, спасибо и вам, что вы были вместе с нами. Надеемся, эти передачи вам будут интересны. Просим вас, чтобы вы также писали письма, говорили какие-то отзывы, как-то, чтобы была у нас налажена обратная связь. Спасибо за ту корреспонденцию, которая уже поступает. И мы благодарны вам за то, что вы смотрите нас. Всего вам доброго. До свидания. Мусульмане, допустим, говорят, Библию не читайте. Христиане говорят, Коран. Ой, Коран это вообще какая-то непонятная книга, у нас здесь Библия. У Бога было четыре книги. Это Тора, Евангелие, Псалмы и Коран. Но даже сам Коран говорит, обращайтесь к книгам, которые были до вас. Что-то новое в Коране. Спасибо за такое яркое откровение. Новое, потому что люди просто не исследуют, не читают. Религия разделяет людей. А вера в Бога объединяет людей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин